Республиканский театр белорусской драматургии продолжает удивлять зрителя. После недавней премьеры «Чайки» снова обновка. На сцену театра вернулся мастер голодания. Опробовав свои силы на Люблинской публике, недавно вернувшийся с фестиваля спектакль «Возвращение голодаря», наконец встретился с минским зрителем. Автор пьесы Сергей Ковалев однозначно метил в РТБД. Герои Ружевича и Кавки, по мотивам которых и написана пьеса, виделись ему в образах Игоря Сегова, Вероники Буслаевой, Галины Чернобаева, Дениса Паршина, Константина Ворнова и других артистов театра. Режиссер-постановщик Екатерина Аверкова внесла в и без того сложный и неоднозначный литературный мир свое авторское видение, впечатление от первоисточника, тех самых рассказов Кавки, которые на одних нагоняют тоску, других ввергают в трепет, но никого не оставляют равнодушными. В итоге в истории голодаря появился еще один мир с яркими и гротескными персонажами в духе цирка начала 20 века. Там, где есть вторая реальность, непременно должна существовать и первая, может быть, более близкая и понятная нам сегодняшнему. В том, что мы условно называем настоящим временем пьесы живет хозяйка зверинца, дочка хозяина цирка, в котором выступал голодарь, смотритель зверинца Пыза, рассказывающий легенду исчезновения отшельника, увлеченный молодой учитель, который пишет книгу о мастере голодания, журналистка, бурмистер. И вот тут-то и возникает интересующий нас персонаж. В программке он обозначен как незнакомец, а клетка – всего лишь обрамленное пространство, через которое нет-нет, да и прорываются призраки прошлого. Тихий польский городок, бродячий цирк, в котором есть одна пустая клетка. В этой клетке когда-то жил он, знаменитый мастер голодания. Кто он такой и зачем забрался в клетку? Если я ставлю какие-то вопросы этой постановкой, то я нарочито не ставлю ответов. То есть даже в конце будет сцена, где, казалось бы, сейчас прозвучит ответ, и он так и не звучит. Всем тем, кто любит искать ответы на сложные вопросы, всем тем, кто ждет от театра интересных постановок, настоятельно рекомендуем в ближайшее время заглянуть в РТБД. И вовсе не обязательно принимать философию голодания, но принять философию театра стоит.